Это был самый страшный день, вечер в моей жизни. Эй, вот руки поднял, уроды! Я умоляла меня отпустить или хотя бы отвезти в РУВД, где милиция мне сможет объяснить, что я сделала, черт побери, не так. Вся история началась еще 11 вечера. Я со своей сестрой и подругой сидела в баре Крафтман. Мы начали разъезжаться домой, и я решила ехать с наземным транспортом. Но по дороге заметила, что проспект в этом участке перекрыт, и там нет людей на площади независимости, и только куча автозаков и ОМОН. Включила диктофонную запись на всякий случай, чтобы себя обезопасить. Сотрудники правоохранительных органов предложили провести меня домой для моей же безопасности. По дороге нам встретился более серьезно ряженый их начальник, уже в шлеме. Я спросила, что здесь они... Он мне сказал, мы проверим твои вещи. Мы начали подходить к автобусу, где со всех сторон начались слышные крики. Что-то типа, сучка, крашеная, сейчас ты получишь. И меня начали впихать в автобус. Заходи, нахер! Что случилось? Пожалуйста, пожалуйста. Термина отсюда вправо, быстро! Часный смарт сняла! Бегом! Забрали рюкзак, кинули на пол, и в количестве 6-10 человек начали сбивать ногами, дубинками, руками. В итоге дубинка мне попала по голове очень сильно. У меня сразу на лбу появилась гематома. Получала по лицу удары, и единственный вопрос, кто меня проплатил, и сколько мне заплатили. У меня не было ответа, но я так была напугана из-за того, что меня продолжали бить за каждый неправильный ответ, что я уже готова была придумать, кто мне заплатил. Они начали обвинять меня в том, что я координатор, как мне показалось, для того, чтобы оправдать уже очевидные на лице побои. Привезли в РУВД, и на допросе 7 ментов сели вокруг меня, и задавали тот же вопрос, сколько мне заплатили и кто, на что у меня не было по-прежнему ответа. И за каждый ответ, который мне нравился, били дубиной по ягодицам по два удара. Так я получила 6 ударов. Потом они меня вытолкали в общую комнату, посадили на пол, ну, в актовый зал, и сказали, такая мразь, как ты, недостойна, она координатор, к слову, она недостойна сидеть на стуле, сидеть здесь в болевоте там чьей-то, и баллончиком нарисовали мне на спине какой-то знак. На тот момент я не знала, что это значит, но впоследствии оказалось, что это знак для тюремных сотрудников, что вот это самые жесточайшие бойцы и просто хулиганы номер один. Потом меня отвели на осмотр, где девушка должна осматривать девушка. Но в моем случае в кабинете еще сидело три сотрудника милиции мужского пола. На осмотре надо раздеться полностью. На тот момент меня это волновало не очень сильно, потому что я уже пережила побои серьезные, и у меня раскалывалась голова. Они не имели права заставлять меня раздеваться при каких-то посторонних мужчинах. Потом на ночь девушек загнали в прогулочный дворик. Бетонные стены, бетонный пол, дырка, это типа туалет в углу, и открытое небо. Девчонки многие были в шортах. Кто-то сказал, ну нам же еще рожать, нам ответил этот сотрудник. Такие от... Ваше потомство никому не надо, кто там от вас рожать захочет, от таких шизанутых. И мы начали все вместе в один клубок собираться, стельки из кроссовок доставать, на кроссовки садиться, ноги на стельке. Короче, как-то придумывать, как согреться и вообще не сдохнуть, потому что девчонки реально синели. Ну и мы так старались поддерживать хорошее настроение, пока не вывели на улицу парней ночью и не начали пытать. И это уже было просто невозможно слушать, потому что это было не просто их избивали и конкретно пытали, как будто стреляли, резали. У меня в голове такое не укладывается. И я даже в триллерах, в фильмах жесточайших никогда такой агрессии животной не видела. И мне больно было смотреть на девчонок, которые узнавали в голосах своих парней. И просто рыдали, чуть ли не теряли сознание. Я была счастлива в этот момент, что меня взяли одну, а не с парнем там, или не с моей сестрой, не моих родителей. Вот мы вышли из тюрьмы, никакого результата суда у нас не было, ничего больше. Вот это вот максимум, никаких бумаг нам не дали. Даже то, что мы подписали это предупреждение. Я спокойно вышла и думаю, ну все, отделалась предупреждением. А потом вот мои друзья на сайте Верховного суда в каких-то списках увидели, что у меня там висит 20 суток. Оказалось, что на мне два протокола. Один за участие в массовом мероприятии, а второй за сопротивление сотрудникам милиции во время задержания. В эти дни на улицах белорусских городов рождается не только гнев, не только солидарность, но и любовь. Журналисты портала Тутбай случайно стали свидетелями того, как молодой человек сделал предложение своей девушке во время вчерашней акции в Минске, наркнительно спокойной по сравнению с тем, что было в начале после выборов. Видео уже посмотрели десятки тысяч пользователей в сети. И, судя по комментариям, особенно всех, конечно, впечатлила речь вот этого молодого человека, который сказал, мы сейчас создаем новую страну, и я тоже хочу создать что-то новое. Ну и как все это происходило, как реагировала девушка и окружающая, сами видите. Я тоже хочу сделать кое-что важное сейчас, чтобы мы все с вами запомнили этот день. Мы сейчас все находимся среди наших людей, среди всех тех, кто нам близок по духу, что наши друзья и братья, это наши люди, и это наша страна, новая страна, которую мы создадим. И я тоже хочу сегодня что-то создать. Даня, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok